Сухопутные войска Сухопутные войска Сухопутные войска Сухопутные войска Сухопутные войска Сухопутные войска Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Воздушно-десантных и железнодорожных войск Ракетных войск стратегического назначения Парадные расчеты Росгвардии, ФСБ и МЧС России МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Министр обороны поздравил с Днем Победы парадные расчеты военно-морского флота, инженерных войск, военнослужащих женщин, парадные расчеты иностранных государств и самых юных участников парада, суворовцев, нахимовцев, воспитанников кадетского корпуса и юной армии. Генерал армии Сергей Шойгу завершил объезд в войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации верховному главнокомандующему вооружённой силы России Владимиру Владимировичу Путину. Товарищ верховный главнокомандующий вооружёнными силами Российской Федерации, войска московского гарнизона, параду Победы готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу. Вольно! Вольно! Субтитры подогнал «Симон» Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, наши уважаемые зарубежные гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, митчмены и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, Победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной нравственной высоте. В этом году традиционные торжества в честь Победы проходят в России 24 июня. Ровно 75 лет назад, в ознаменовании окончания Великой Отечественной войны, здесь у стен Кремля состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью. От имени всех защитников отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамены и штандарты нацистов, как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения. По Красной площади прошли сводные полки фронтов и флотов. И в их чеканном, стальном марше незримо присутствовали все. Все, кто отважно, не жалея себя, бился за Родину. Кто с победой вернулся домой. И миллионы воинов, навеки оставшихся на полях сражений. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришел с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных и друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас. Объявляется минута молчания. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства, отстояв свою землю, продолжали сражаться, освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии. И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не станет на его защиту Красная Армия. Ее солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине. Наш долг помнить об этом, помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. В 1941 году свыше 80% вооруженных сил Германии и ее сателлитов были сосредоточены против СССР. Но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплоченностью советских граждан. Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло. Разгромил более 600 дивизий врага. Уничтожил 75% от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника. И до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь. В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать. Передать нашим детям, внукам и правнукам. Сегодняшний военный парад в честь этой священной правды. В честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны. Сейчас вместе с российскими войнами пройдут в парадных расчетах представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Рады приветствовать наших друзей, гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете. Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение победы. Значение Второго фронта, открытого в июне 1944 года. Чтим отважных бойцов вооруженных сил всех государств антигитлеровской коалиции. Подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы. Мы знаем, и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность. Человек. Его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь. Мы понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами и открытые для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки. Среди них создание общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз. Дорогие друзья, сегодня ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах, но невозможно разделить их единый великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства и порабощения. Этот подвиг, безо всякого преувеличения, является достоянием всего человечества. Наша благодарность вам, дорогие ветераны, безмерна. Своей жизнью, своей судьбой вы доказали, как важно уметь защищать ценности мира, гуманизма и справедливости. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда не померкнула. Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим. Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Отечественной войны! Ура! КОНЕЦ КОНЕЦ